здравствуйте зрители моего канала смотрите какая у меня есть мощная орхидея вы не поверите но это ты этот лопух а это детка вот тоже чуть поменьше лист но вот этот вообще прям мощный лист уже это деточка с тремя листами вот она даже с четырьмя листами в одном из моем видео ссылку чуть ниже дам она у меня как-то присутствовала так мимо делом пробегала я ее тогда показывала но она тогда еще была совсем маленькая вот материнское растение один лист 2 ну чуть пониже у нее там третий листик и на тот момент она была маленькая я вам покажу в сравнении посмотрите как она вымахала прям вообще вот если взять вот тогда очень длинная это уже наверное даже не то чтобы детка это между подростками взрослым растениям ладно листья если посмотреть на корни посмотрите какие у нее шикарные сочные корни вот корни возможно ну наверное нет будем надеяться что это не он вот этот вот корень который уже куда-то далеко ушел это наверное не он вот в общем здесь точно вижу ее вот эти корни вот этот корешок и и в общем все наша детка полностью готова к тому что ее можно и нужно отсадить от мамки корни есть большие листья наросли все пора говорить до свидания хватит сидеть у мамки на шее конечно нужно мне материнское растение из горшка достать но я сейчас посмотрю одно но я не хочу ее доставать отсюда вот материнское растение потому что посмотрите какие у нее хорошие у самой матери мощная ну тут ладно водоросли в горшке хорошие зеленые мощные вообще прям как будто и ни в чем не бывало как будто у самого растения до взрослого вообще все идеально и прекрасно как будто у нее нет точки роста как будто у нее она есть все вот прям все идеально я не хочу это просто доставать знаете я как сейчас сделаю это конечно я впервые я так раньше не делала я всегда полностью доставала уже потом разбирала еще сделаю такой акцент да но это вообще орхидея не моя мне ее далее наверное в том году осенью ну потому что да вот что делать я там но и выбросить не хочу и опыта нет я буду ладно пусть она стоит все она постояла из этого момента она практически сразу же нарастила детку но корни росли плоховато но вот сейчас прям вообще вымахала резко вот как стали стала потепление вообще моментально орхидея стала расти но соответственно берем любой инструмент острый моем случае секатор так обрабатываем как всегда обрабатываем чтобы ничего никуда и вот мне сейчас нужно будет вот прям так это все дело внимательно рассмотреть ну понятно да в каком месте она там вот в этом месте она сидит прикрепилась изначально к материнскому растению так как по корням то но вот здесь вот маленький корешочек новенький растет вот я сейчас ее в этом месте отстригну и посмотрю если она не будет выходить из горшка придется мне ее придется мне ее отсюда материнское растение полностью доставать и перед тем как достать чуть не забыла сказать вам и сама не сделала ошибку мне мне же нужно не навредить главное правило вообще в уходе за цветами за любыми независимости орхидеи или нет не навредить это такой же ваш да так скажем питомец любимец в семье как я не знаю как любой домашний животные орхидеи я прям вообще сильно люблю домашних животных у меня нет но орхидеи у меня полным полно и чтобы вот эти вот корни лучше всего отошли от стенок горшка их лучше всего смочить тогда орхидея без наименьшего ну либо с наименьшим травматизмом отсюда достанется потому что прям плотно она на вид она вообще это плотненько корни у нее сидят у стенок ладно начинаю проводить операцию в этом месте я ее отстригаю отсоединяю поехали услышали первый щелчок но это был какой-то начальный неполный вот если честно с прикорневыми детками тоже проблематичнее самый идеальный вариант это когда детка сидит на цветоносе прям просто чики все и готова здесь вот это надо все же разобрать все там откуда что короче там внизу корень снизу никак не поддеть как я сейчас значит еще внимательно посмотрю в каком месте же она прикрепилась вообще как будто еще как будто где-то вот тут у цветоноса в идеале бы достать и посмотреть я не хочу ее достанете смотреть прям целую орхидею вытащить на блеск башка опачки готова и аккурат вообще аккуратно я начинаю ближе сейчас покажу так поближе вот вам плоховато видно вот в этом месте я ее отстригнула буду надеяться что вот эти корни которые есть это все дальше вот моя . ты какая золотая у меня деточка прям ты идеально все вот я чувствую я вас чувствую что все ну ладно ничего страшного в этом нет то что корешочек который маленький был чуть позже покажу я его отстригла ничего страшного ладно прости меня конечно вот смотрите такая у нас получается орхидея с такими корнями корни достаточно у нее корни достаточно у нее хорошие толстенькие прям все с активными корнями прям все с активными корнями так сейчас и посмотрите да сама вот сама детка вообще каких размеров у нее кстати и я вам покажу сейчас фотографии вообще как сама материнское растение целую по сути и у материнского растения цветок это был вот предостаточно вот такой крупный красный крупный цветок так вот смотрите сейчас вам покажу я поближе что же у нас теперь здесь смотрите в каком месте вот прям 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 под цветонос вот это старенький до цветонос вот прям прям под ним вот здесь она была прикреплена отсюда начала расти вот корешочек о котором я сказала что да я его сейчас отрезал он такой малюсенький ничего страшного ладно у нее есть вот эти четыре хороших здоровых корня все теперь у нас опять те же самые действия я повторяю то есть я места среза у материнского растения и у детки обрабатываю фундазолом если у вас нет в наличии фундазолом вы можете брать любой различный фунгицид который есть у вас максим фитоспорина но за нее за эти препараты я не ручаюсь я не знаю как они вообще в работе помогают нет у меня вот фундазол и все от инфекционных грибковых заболеваний от ли он идет в общем он работает вообще хорошо на ура я его всем рекомендую у меня он есть в наличии так получается материнского растения вот это место среза я присыпаю просто присыпаю вот этим порошком и нам это орхидея я бы прям на миллион процентов говорю что она нам даст еще деток прям еще она будет и это это не последнее это первое но не последнее потому что орхидея чувствует себя как и обычно любая вот я на нее смотрю она прям она не ощущает себя ничем хуже других корневая мощно хотя вот сколько уже прошло но уже ближе к году до длится времени как вот она таком состоянии все чувствую себя идеально и прекрасно ну дай бог чтобы все было хорошо в общем вот это место среза где она изначально деточка росла также я присыпаю так что мне надо чтобы у меня в дозон не рассыпался пусть он сюда сыпься так примакиваю место срезом и также вот этот корешочек откуда рос также я его присыпаю так еще хочу сейчас же пока я не забыла обратить опять ваше внимание на то что вот все в таком состоянии я ее сейчас вожу она у меня будет лежать сутки от 6 до 24 часов больше не нужно хватает суток чтобы вот эти места среза они просохли вот смотрите видите да на корнях у орхидеи у деточки вот эти вот налипшие ну налипший грунт это корень врос в этот грунт то есть сам по себе корень рос рос встретил архиату да то здесь у нее архиата врос в нее дальше пошел в роз в роз ни в коем случае нельзя ничего отрывать и отдирать у меня было вот прям было такое да вот я также поставила орхидеи ванны все деточка у меня сушится лежит у меня есть маленький ребеночек сыночка прибежала на вот здесь буквально с краю ну как-то я не подумала с краю положила он подошел вот все мне очистил вы не поверите я это заметила когда только зашла ванну увидела что у меня на полу лежит серомис откуда смотрю все корни вообще напрочь все он снял вот он сделал как это любят многие до сделать идеально чистыми корни у орхидеи соответственно какой результат результат таков что корневая там у нее о вообще заболел орхидея полностью из здоровой и хорошей детки превратилась моментально в реанимашку все мне ее пришлось я изначально ее посадила в серомис все-таки нет не справилась корни сразу же практически загнили почему потому что когда начинаешь вот это все снимать и отдирать вам-то кажется ничего страшного в этом нет а получается вы нарушиваете меловин структуру корня уже корень то врос в саму кору соответственно вы его его нарушаете ни в коем случае не делайте не дозволяйте никому вот это все отдирать иначе получите реанимационную орхидею как есть оставляем даже садить мы будем вот так с этими с этой корой со старым грунтом и про взрослые растения и про детки это касается любого растения все сейчас орхидею отставляем на сутки ну максимум да на сутки вот в таком положении корнями сверху чтобы вот эти пипочки ни с чем не соприкасались все следующее видео ровно через сутки прошло у меня ровно полтора суток с того момента как я отсоединила эту деточку от материнского растения так ну что какое у нее состояние состояние у нее отлично что может быть главное ребенок не оторвал ничего не сломал ни корней ни грунт который врос в корне ну что теперь наши действия это подобрать для деточки для орхидеи правильный нам нужно подобрать правильный объем для посадки ее в грунт что нам для этого нужно горшочки я заранее подобрала два горшка один это стандартный в котором изначально орхидеи приходит и у меня есть такой это вообще как бы не горшок далеко это и не горшок это дискетница одна моя хорошая знакомая соседка хорошая соседка мне их дала вот такие маленькие да есть у меня еще побольше они будут примерно объемом 18 удобно да вот на тот случай если допустим нет горшков либо что-то еще но я сейчас вот здесь вот так всяко разно как могла главное сделала отверстие для того чтобы потом у нас вода выходила 4 отверстия сделала вот давайте мы с вами теперь будем подбирать подходящий для деточки горшок так посмотрите да в чем проблема в чем усложнение в том что корни у нее как у балерины то влево то вправо мне конечно всегда нравится когда корни растут а так вот вниз ровно чтобы это было все так красиво но видите да не послушалась и на меня расти прямо хорошо ладно будем ее высаживать так вот давайте мы с вами ее примерим вот видите да один из корней но уходит туда далеко за горшок и я не хочу сейчас ее брать специально насильно его туда заламывать потому что даже вот снимая видео до записывая у меня были уже такие казусы когда я надламывала корешок тем самым я вредила корневой системе хорошо что это было не в таких масштабных рассказать но не в не в больших масштабах так и поэтому я сразу же подобрала вот такой горшок он сам по себе невысокий но он широкий чем он и хорош до что он широкий ставлю орхидею в этот так называемый горшок и вот прямо самый самый раз прям вот он и стал самый раз и по высоте и по ширине тоже в самый самый раз конечно сам объем что у нас будет находиться внутри этого горшка многовато низко ничего не сказать да многовато 4 корешка и такой объем конечно можно было бы не знаю в раз поменьше ну ладно главное что мы подобрали по ширине нормально подходящий горшок ничего я думаю корневая у нее все равно хорошие адаптироваться она сможет но гораздо быстрее и легче так далее у нас идет грунт для меня это грунт как всегда архиата для вас может быть что угодно там я не знаю уж как вы его что садить он для меня это архиата так я сейчас держу орхидею за ствол и мне нужно будет ее максимально поставить прямо чтобы орхидея в будущем лучше росла ее нужно будет выставить прямо орхидею поставили и пошла пошел процесс посадки просто залаживаем сюда грунт все посадку у меня завершена особая записывать не стала здесь ничего нет такого так что нужно показывать в общем что еще хочу обратить на ваше внимание на то что вот я когда засыпаю грунт я стараюсь чтобы у меня грунт максимально не соприкасался со стволом ну лишь только для того до чтобы не спровоцировать какую-то гниль потому что вот сейчас грунт влажный потом он будет при поливе тоже важно и если он будет так я раз и прикасаться с надо выставлять прямо но чтобы она да вот если будет соприкасаться с грунтом постоянно можно спровоцировать именно гниение ствола так что еще сейчас я не стала использовать больше никаких сюда грунтов других пусть сидит только чисто в одной архиате но посмотрим так поэкспериментируем да в основном я в деточки добавляю серомис здесь я решила попробовать посадить просто в одну архиату потому что у нее в принципе ты корневая хорошая сама сама уже растение далеко не выглядит как детка выглядит уже между подростком и взрослым растением потому что листья вообще такие мощные как лопата хорошие красивые но на этом всем будем следить дальнейшем за ее развитием ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и тогда вас ждет новое другое интересное видео так сегодня 15 октября 2020 года пересадка у этой деточка была 29 мая но смотрите какой результат результат это корни которые она хорошо и успешно наращивает здесь вот тоже видим корни ну и там если по всему горшку посмотреть там тоже корни есть но и самое главное дал как для любого цветовода для любого архивода это конечно же цветение все чего мы всегда ожидаем и хотим это цветение так вот на сегодняшний день у орхидеи есть цветонос то есть эта деточка не заставила себя долго ждать и в скором будущем у нее будет цветение поэтому наша пересадка прошла успешно и мы видим очень хороший и прекрасный результат